Лесные пожары зафиксированы как в восточном, так и в западном регионах Абхазии. МЧС отслеживает масштабы распространения огня на территории республики при помощи спутника. Первый очаг был зафиксирован и поступил сигнал пожара. Это Чемчирский район и Кагрский район. Потом уже в последующие дни каждый день возрастал сигнал о пожаре. И уже на сегодняшний день работаем пожарная часть города Чемчирского района. Пожарные пожарные уже успели освободить от огня обширной площади сельских и лесных территорий. Однако есть такие места, куда специалисты добраться не могут. Еще есть такие места, труднодоступные, куда наша техника и наши бойцы не могут дойти. Это Кудалутский район, Сухумский район, это Яштуха Верхняя и это Кударское ущелье. Что касается основной причины пожаров, то в Абхазии попросту не может быть самовозгораний. Будь то сухая листва, кустарниковые растения или же деревья. Стало быть виной всему происходящему человек и его жизнедеятельность. Всем известно, что весной в Абхазии активно идет воздел почвы. Но чтобы вспахать землю и посадить что-либо, поле сначала необходимо очистить от неблагородных растений. Самый простой, но, как оказалось, и наиболее опасный способ сделать это – уничтожить сорняки при помощи огня. Местные жители не знают и о том, что разводимые ими костры могут создавать условия для возникновения новых очагов на совершенно других, отдаленных от их владений территориях. Данные суждения подтверждают и ученые, и следователи климата. Пожары, образованные на локальном уровне, связанном с деятельностью человека, они могут способствовать образованию новых очагов. Почему? Потому что сегодня новый термин введен в этом аспекте. Вот образование от пожаров пыли называют переаккумулятивным. Переаккумулятивные процессы, они приводят к тому, что образуют сухие грозовые тучи. И образование вот таких грозовых туч могут практически образовать новые очаги. В случае, если погода устойчива в плане при отсутствии хотя бы неделю-десять дней атмосферных осадков. Поэтому для территории Абхазии это также имеет место быть. С особой осторожностью обращаться с огнем следует поздней весной, осенью и в засушливые периоды времени года. Самые опасные периоды – это в основном как раз таки поздней весной на территории Абхазии, когда уже практически уравновешивается температура морской воды и температура воздуха. Наблюдаются периоды отсутствия осадков порядка 20 дней, а то и больше иногда бывает из года в год, если рассматривать. И осенью, когда уже практически, вы знаете, растительность, особенно однокультурная, она практически сухая. В настоящее время специалисты МЧС прикладывают все усилия, чтобы локализовать пожары. За последние несколько дней им приходилось выезжать на места возгораний более 50 раз. Ситуация действительно непростая. Большая надежда на прогнозы синоптиков, которые обещают, что к концу текущей недели в Абхазии начнется период дождей.